Сейчас здесь в Прибрежном работы идут полным ходом. Уже в этом году общественное пространство сквера Вчарова преобразится. Виктор Егорович живет в поселке больше полувека. Окна его квартиры выходят на сквер, который сейчас активно благоустраивают по программе «Комфортная городская среда». Привести пространство в порядок решили более 15 тысяч самарцев. Они отдали за него свой голос в общественном голосовании. «Приголосовали, чтобы его сделать. Добивались вот эту дорожку нижнюю, тротуар. Там был бетоном покрытый». Тротуар здесь выложили плиткой и уже заасфальтировали основания для детской и спортивных площадок. Здесь появятся поля для хоккея, баскетбола и футбола. Сейчас устанавливают оборудование. Сквер будет зеленым. Здесь засеяли травой более 5000 квадратных метров земли. Скоро посадят деревья, установят освещение. Хоть работ в Прибрежном оценила глава города Елена Лапушкина. Эти задачи нам рассказали и поставили наши с вами жители, которые проживают недалеко у нас в поселке Прибрежном. Он будет другим, но он будет не менее интересным. И наши архитекторы, и специалисты рекомендуют жителям, что какое дерево может прижиться на данной территории. Есть многие нюансы, которые жителям надо просто объяснить. Из Прибрежного инициативная группа отправилась инспектировать общественные пространства, которые преобразили в прошлом году. Тоже по программе «Комфортная городская среда». Это сквер у храма Кирилла и Мефодия и сквер Фадеева. К группе присоединился председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. По его словам, такой нарядной и цветущей Самару он не видел давно. Площадка у храма Кирилла и Мефодия преобразилась до неузнаваемости. На месте неухоженного пустыря появилась красивая и современная зона отдыха. Подрядчики вывезли отсюда порядка 1300 тонн мусора. Площадка прекрасная. Площадка интересная сама по себе. Даже красивый качель там, видите, брат, сестра там маленький, с одной стороны, с другой стороны. Пройдем, Геннадий Кройник, покажу вам уже все тогда. Детская площадка в близком для Самары космическом стиле. И одна такая в области. Цветы, газоны и деревья. Этот зеленый оазис получился даже лучше, чем можно было представить, радуются жители. В подобном стиле оформили сквер Фадеева, что вдоль так называемого Козловского дома на проспекте Ленина. Хотя сквером эту площадку назвать сложно, получился целый парк. Его дизайн-проект корректировали несколько раз, учитывали пожелания самарцев. Это пространство получилось самым дорогим. Лучше, чем в парке. Он даже сказал, что даже автомобилей не слышно. Потока машин не слышно. Здорово. Город становится, он чище стал, он красивее стал. Зелень сохраняем, цветы поливаем. Ну просто замечание делал. Вот здесь не полить, полить. Здесь постричь, здесь траву убрать. Женские руки иногда нужны. Напомню, в прошлом году по федеральной программе «Комфортная городская среда» в Самаре преобразили 4 сквера. Фадеева, у храма Кирилла и Мефодия, на бульваре Металургов и на Крымской площади. В этом году в тройке лидеров общественного голосования оказались сквер Овчарова в Красноглинском районе и сквер Невского в Кировском. И площадка на улице Авроры, на углу с улицей Аэродромной. Мария Левина, Константин Головин, Василий Колдашов. События.